Устроить столовую под открытым небом, преградив при этом путь пешеходам. В сезон ежедневно можно выявить десятки подобных фактов. Темы наведения порядка в курортной зоне не сходят с повестки дня. Глава Анапы требует категорических мер к новоявленным рестораторам. Теперь улица Горького. Почему столы там стоят? Да не надо вывозить, надо запретить им там просто. Они используют нашу муниципальную землю. Они используют тротуар, что непонятно. И далее следующий объект там есть тоже. Хоть на полметра, но надо на тротуар выдвинуться. Это неправильно. Лишним элементом на тротуаре является и кафе у санатория Кубань. Руководство предприятия эту забегаловку называет продолжением ведомственной столовой. Вот он просто стоит мангал, допустим, около санатория Кубань в сквере. Мало того, что там в сквере, что попало стоит, там кафе, горки, машинки, там вообще беспредел какой-то в городе делается. В ближайшее время точку общепита навестят специалисты Роспотребнадзора. Администрация намерена добиваться в судебном порядке освобождения этой территории. Положительного результата глава ждет и в ситуации с торговлей, развернувшейся у яхт-клуба. Уже дважды стихийный рынок отключали от электроэнергии, которую он берет в ближайшем санатории. Более того, в производстве арбитражного суда Краснодарского края находится иск администрации к владельцам яхт-клуба. Требование властей города признать недействительной сделку по передаче в аренду земельного участка. Как только иск удовлетворили, ответчик тут же подал апелляцию. Но позиция главы неизменна – освободить пляж от рынка. Порядка Юрий Поляков требует и в вопросе санитарной очистки курорта. Причем претензия не к городским коммунальщикам, а к коммерсантам. Такие картины, как в проходе на Фатине, неприемлемы. Договора на вывоз мусора под торговыми объектами. У нас в проходах везде, я так понимаю, грязь. Кто вывозит мусор там, с кем заключены договора, Эдуард Викторович, со стороны о торговле. У нас масса объектов, которые работают без договоров. Кинули бумажки или еще лучше курни, коробку принесли, как вчера, с мусором поставили и пошли. Все объекты торговли должны заключить договора на вывоз мусора. Все поручения находятся на личном контроле главы города. Продолжение следует...